Добрый день, дорогие друзья! И это вторая часть видео про павловни, которую я оставил и не высадил в прошлом году в открытый грунт, либо, как я высаживал, в 7-литровые горшки. Первую часть видео вы можете посмотреть по ссылке в описании, либо здесь подсказка появится в левом верхнем углу. Перейти и посмотреть, как я делился. А в этом видео я хочу вам показать, таким образом я буду срезать павловни, так называемый технический срез сделать, и оставлять уже основной стебель, который сейчас максимально большой, развивается, растет, остальные я просто буду удалять. Это такой вводный экскурс в технический срез, но более подробное видео про технический срез я буду снимать и рассказывать весной, а этот промежуточный этап поделиться и показать, как я это буду здесь делать. То есть здесь на этих, скажем так, экспериментальных образцах я это покажу. Что ж, сейчас я перемещу камеру поближе, чтобы вам было видно, и мы начнем. Вот я показываю поближе, на этих трех экземплярах павловни, я буду показывать. Вот здесь один из них, у него уже начали развиваться, вот это вот, тот, который у нас в прошлом году, а развитие этого года, это вот один, два, и здесь в данном случае три. Здесь вот выбор очевиден, вот этот самый мощный, и очень хорошо развивается, его я и оставлю. А вот эти вот остальные два, я их просто сейчас отрежу. Я уберу вот эту вот листву прошлого года, вот, и, да, он, конечно, не очень удачно зашел, здесь не по центру горшочка, но это, стаканчик, точнее, это не критично. Я беру просто обычные ножницы, здесь в данном случае не требуется, и здесь вот, как бы на высоте, вот, там буквально, не знаю, меньше сантиметра, я думаю, видно, я срежу его. И этот так же самое. Посылать их убираю, они нам уже больше не потребуются, и остаются вот два таких вот пенечка. По идее, чтобы каких-либо заражений не было, их нужно обработать, но я в данном случае здесь сейчас обрабатывать их не буду. Ну и вот он, этот старый, скажем так, но он совсем не старый, и вот видно, что он тоже живой. Я его тоже сейчас срежу, чтобы он не проснулся, да, и не начал расти. Вот тоже на этом же состоянии, то есть примерно вот так. Беру, срезаю. Достаточно пухой уже, деревеневший. Такой. Вот и все. Таким образом, производится технический срез, ну, здесь, в данном случае, это в стаканчиках, это не полноценное дерево, и вот остается вот один, самый сильный, который дальше начнет расти, развиваться. Здесь мы делаем то же самое, здесь у нас виден только вот раз и два, то есть здесь, в принципе, выбор очевиден, да, то есть, ну и третий, который прошлогодний. Я уберу здесь эти листья прошлого года, и делаю, в принципе, то же самое срезаю вот, свободней, который, скажу, к слову, он живой, то есть он просто, видимо, даст рост чуть позже, что он живой, ну и вот этот вот, маленький я тоже срезаю, убираю, и оставляю вот в таком виде. Да, здесь, конечно, вот листья немножечко уже это, землю надо зафиксировать. Ну и вот еще один, у него листочки посветлели, видимо, тоже питания не хватает, но это я, это экспериментальная вся поглубня, она не планировалась там как-то серьезно высаживаться где-то для чего-то, поэтому я ее в качестве эксперимента выращиваю, показываю. Ну, возможно, конечно, высажу где-то, где-нибудь воткну, посмотрим, что с ней будет. И так же самое я это здесь делаю. То есть беру, так, убираю, один, здесь убираю второй. Вот так, летает. И вот старые листы тоже нужно убрать. Вот в таком виде и они дальше начнут расти и развиваться. В принципе, поглубня достаточно видно хорошо растет, питания ей хватает, ну, вот единственное, что в этом здесь можно будет подкормить такими-то удобрениями. По остальным, сейчас покажу, немножко сдвинул. По остальным из тех, которые у меня здесь оставались, да, можно видеть, вот здесь есть вот такие же, вот которые я сейчас обрезал, более-менее активно начали развиваться. Вот, да, вот эти три штуки. А есть те, которые, сейчас, ладно, это осталось. А есть те, которые, вот они, я не вижу пока здесь новых побегов. то есть, вот он стоит, новых побегов у него пока не видно. Ну, возможно, они появятся позже, возможно, начнет развиваться вот этот вот. Но я сейчас пока ничего не буду делать за ним, наблюдать просто. здесь вот то же самое. Пока не наблюдается новых каких-то. Старый какой-то вот подсохший листочек один тут присутствует, да? Здесь понятно. Здесь то же самое. Вот в этом такая же ситуация. То есть, новых нет. старый вот в таком состоянии тоже что-то вот ему не нравится. Подсыхают листья, нужно, видимо, обработку провести почву. Вот. Ну, остальные это, в принципе, картина не сильно отличается от тех, что я показывал. Вот такая сейчас ситуация по пловне оставленной мною в стаканчиках. Ну, а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. На нем будет очень много интересного. Скорее всего, я и дальше буду показывать, как я буду высаживать либо дальше в тару побольше, либо уже в открытый непосредственно грунт. Ну, скорее всего, будет промежуточная пересадка в 7-литровые горшочки и дальше смотреть, анализировать. Я буду смотреть, анализировать, как они дальше растут и развиваются. Вот именно эти деревья, потому что интересно, как они после технического среза в маленьких стаканчиках, в маленьком обе будут расти, развиваться. Ну, у них в любом случае сейчас есть фора перед теми, которые я буду выращивать в семенах и которые еще даже пока на данный момент на съемку 2-го февраля еще даже я не высаживал. Примерно, может, через 3-4 дня я буду уже делать серить семена на выращивание. В них в любом случае будет фора. И возможно, что им потребуется промежуточная пересадка через пару месяцев, потому что иначе они уже перерастут эти стаканчики. Корни, как в прошлом году у меня получилось, чуть ли не вылезали из стаканчиков. Не выпрыгивали, оплили и все здесь полностью. Весь стаканчик корневой системы и высасывали стаканчик буквально там не знаю, за пару дней весь. Да, сухо. Ну, это все. До встречи в новых видео на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok